Самое сложное в абьюзивных отношениях — это финал, и тяжелее всего приходится жертве. Ведь именно ей приходится искать откуда-то внутренних сил для того, чтобы решиться на разрыв. Кроме того, жертва ведет бесконечный внутренний диалог, убеждая себя в том, почему этого делать не стоит. В этой части мы разберемся с тем вопросом, откуда взять ресурсы, и поговорим о некоторых внутренних установках, которые мешают жертве уйти. Итак, откуда же взять ресурс? Ресурс нужен для того, чтобы были силы, прежде всего внутренние эмоциональные силы, для того, чтобы решиться на разрыв отношений с тираном. И здесь есть несколько важных моментов, на которые я рекомендую обратить внимание. Не молчите. Это очень важно. Молчать нельзя ни в коем случае. Именно молчание не позволяет жертве вообще понять и сориентироваться в окружающем мире, понять, что происходит и что со всем этим делать. Важно хотя бы с кем-то говорить о том, что с вами происходит. Пусть это будут самые близкие друзья, может быть, родители, может быть, это будет совершенно посторонний человек, которому вы более-менее доверяете. Ни в коем случае не нужно говорить с абьюзером на тему того, что вас беспокоит, иначе эту информацию он непременно использует против вас. Важно просто начать говорить о том ужасе, который вы переживаете, как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Жертва, которая молчит, практически не имеет шансов к тому, чтобы обрести ресурс для выхода из абьюзивных отношений. Поэтому просто начните говорить. Если нет возможности говорить с живым человеком, попробуйте хотя бы писать. Но то, что вы пишете, не должно быть доступно никому, кроме вас. Никто не должен иметь доступ к тому, что вы пишете о своем состоянии, тем более не должен иметь доступ к этому и абьюзер. Но все же лучше, если вы найдете реального живого человека, с кем можно поговорить. И есть несколько людей, с которыми можно об этом точно поговорить. И первый человек, с кем можно поговорить на эту тему, это психолог или психотерапевт. Именно психолог и психотерапевт – это те люди, которые обладают достаточной степенью компетентности. Сегодня проблемы домашнего насилия довольно широко распространены, и поэтому опыта у подобного рода специалистов достаточно много. Именно психолог и психотерапевт поможет вам разобраться в сути процессов, которые происходят внутри вас. Это те люди, которые помогут вам обрести внутреннюю уверенность, которые помогут вам понять, что можно сделать конкретно в вашей ситуации. Дело в том, что когда жертва находится в процессе насилия, ей очень сложно адекватно и трезво оценить свои собственные слова и действия, а также слова и действия насильника, потому что именно этого и добивается абьюзер. Поэтому работа с психологом и психотерапевтом – это то, что можно начать до того момента, когда вы уходите из подобного рода отношений. И чем раньше вы начнете работать, тем проще вам будет, во-первых, уйти, разрывать эти отношения, во-вторых, вам будет намного проще пройти процесс реабилитации после взаимоотношений с таким человеком. Следующий специалист, к которому стоит обратиться – это юрист. Поскольку жертва находится в постоянном давлении и прессинге со стороны мучителя, жертва порой совершенно не знает, какими правами она обладает. И возникает масса вопросов, а как быть с имуществом, а что делать, если у меня нет жилья, а что делать, если у меня нет каких-то дополнительных ресурсов для того, чтобы начать жизнь заново. На самом деле юрист – это тот человек, который поможет вам с юридической точки зрения оформить разрыв отношений и расскажет вам о ваших правах. В специальных центрах, в социальных центрах, которые занимаются помощью жертвам домашнего насилия, есть бесплатные юристы, которые способны оказать достаточно квалифицированную юридическую помощь. И это тот человек, который поможет вам обрести дополнительную уверенность в том, что вы на правильном пути и в том, как решать конкретно ваши вопросы и проблемы. Следующий момент касательно поиска ресурсов, о котором я особо хочу сказать – это молитва или Бог. Если вы верующий человек, то это то, что способно вам придать внутренних сил, даже если вы ни с кем пока еще об этом не говорили. Поэтому следующий ресурс – это, собственно, Бог и молитва. Когда человек обращается к Богу в молитве, это позволяет ему рассказать о том, что происходит внутри, что происходит в сердце. Чем чаще человек соприкасается с молитвой, с Богом через молитву, тем большую силу он может обретать. Кроме того, поддержку вам может оказать и христианская община. Там наверняка есть те, кому вы небезразличны. Наверняка там есть люди, которые способны понять ту боль, которую вы переживаете. Однако далеко не всегда в церкви все могут понять до конца, что с вами происходит. Дело в том, что брак и семья для христианства, прежде всего, являются большой ценностью. И, конечно же, христианская община и служители стремятся к тому, чтобы браки сохранялись. Это правильно, и так действительно стоит поступать. Однако абьюзивные отношения, о которых мы говорим в этом цикле, – это отношения опасные. И отношения, которые особые, их нельзя квалифицировать как обычный бытовой конфликт. Потому что в случае с бытовым конфликтом эти вопросы можно урегулировать. В случае, когда человек живет с насильником, с абьюзером, ничего изменить практически не получается, потому что это способ мышления абьюзера. Поэтому, обращаясь к христианской общине, сразу обратите внимание на то, что вы не всеми можете быть понятыми. Однако все больше и больше людей, христиан, которые понимают ту проблему, с которой столкнулись именно вы. Жертве очень сложно выйти из абьюзивных отношений, еще и потому, что она постоянно ведет внутренний диалог. Давайте попробуем обратить внимание на основные аргументы, которые жертвы домашнего насилия чаще всего приводят для самих себя, что, собственно, не позволяет им выйти из подобного рода разрушительных и деструктивных отношений. И первое — это надежда на то, что он изменится. Это один из наиболее частых аргументов, которые жертва приводит для самой себя. Дело в том, что она же помнит, каким он был прекрасным, галантным, обходительным, как было хорошо в отношениях с этим человеком. Достаточно просто немножко перестроиться, как-то угодить, и он снова станет тем же. Но правда заключается в том, что он не изменится. Абьюзер никогда не изменится. К сожалению, статистика говорит о том, что только 2% абьюзеров обращаются к специалисту за помощью. И только 0,8% доходят до конца. Реабилитация абьюзера — достаточно длительный процесс. Потому что так происходит просто по одной причине. Потому что у них нет достаточно мотивации для изменения. В их собственном мире все хорошо. Они понимают только то, что весь мир вокруг им должен, обязан, но они совершенно не видят необходимости изменяться самим. Поэтому практика показывает, что абьюзер не поменяется никогда. Да, он действительно хорош в начале отношений, когда ему нужно впечатлить жертву. Но не более того. Абьюзер не может быть хорошим во взаимоотношениях просто потому, что он не верит в эти отношения. Ему кажется, что даже самый любящий, самый преданный человек способен его предать. В его мире нет места доверию. Именно поэтому он пытается контролировать, именно поэтому он пытается ограничивать и давлеть над своей собственной жертвой. Поэтому примите факт, что абьюзер, как правило, не меняется. Даже если он сильно вам обещает. И он будет это делать. Он будет стараться сделать все, чтобы вернуть вас в поле своего воздействия. Но никогда не верьте в то, что абьюзер изменится. Это не так. Следующая мысль, которую жертва часто говорит самой себе. Что же подумают люди? Ведь именно окружение видит в абьюзере воплощение мужественности, заботы и любви. Однако это не так. Очень малое количество людей понимает, что абьюзер – это человек, который с легкостью мимикрирует и пытается рядиться в совершенно разные личины. Поймите одну простую мысль. Вы всегда будете плохими в глазах людей. Вы всегда будете плохими, особенно в глазах абьюзера. Вы никогда не сможете стать хорошим. Именно в этом и заключается цель манипуляции. Вас нужно сбить с толку. И чем меньше вы понимаете в том, как угодить абьюзеру, тем лучше. Поэтому в любом случае вы будете ненормальной истеричкой для окружающих людей. Именно так он пытается вас представить. Ненормальной, невменяемой человеком, которым не способен отвечать за свои слова. И только он, благодетель, способен о вас позаботиться. Однако это не так. Не стоит обращать внимание на суждение людей. Ведь в конечном итоге самое важное – это ваше здоровье, ваша жизнь, а также здоровье и жизнь ваших детей, если они у вас есть. Третий аргумент, который жертвы часто приводят самим себе – «Боюсь лишить детей отца». И это кажется хорошей идеей, ведь действительно ребенку нужен и отец, и мать. Именно в полноценной семье формируется личность здорового ребенка. Но задайте себе вопрос, а здоровы ли ваши отношения? А действительно ли отец, их собственный отец, который является насильником, абьюзером, человеком, который жесток по своей природе, он нужен? Давайте посмотрим на факты. Отец-абьюзер – это реальная угроза вашим детям. Доказано, что дети, которые живут в абьюзивных семьях, – это дети, которые страдают тревожными расстройствами личности. Это дети, которые чаще всего имеют немотивированную агрессию. Это дети, которые очень склонны к депрессии и часто в ней находятся. Более того, если вы длительное время находитесь в отношениях с абьюзером, то, скорее всего, ваши дети уже впитывают модели взаимоотношений. Это касается особенно мальчиков. Если мальчик с детства видит, как его отец, кстати, авторитетная личность для ребенка, уничтожает вас, как женщину, как мать, он просто стирает в порошок вашу личность, будьте уверены в том, что он очень хорошо усвоит эту схему взаимодействия с женщинами. И вы столкнетесь с тем, что уже ваша невестка, а значит и ваши внуки, будут испытывать подобного рода насилие над собой. Дети, которые находятся в абьюзивных отношениях, очень часто страдают посттравматическим расстройством личности, после которого ребенку и взрослому человеку, собственно, пережившему травму, очень тяжело адаптироваться в эту жизнь. Поэтому имейте в виду, когда вы сами себе говорите о том, что не хотите лишать детей отца, подумайте о колоссальных разрушениях, которые терпит ребенок внутри себя, когда он остается рядом с таким отцом. Кроме того, когда ребенок живет в абьюзивной семье, нередки случаи так называемого эмоционального инцеста. Что это значит? Эмоциональный инцест происходит тогда, когда жертва, как правило, это женщина, ну или, может быть, это мужчина, потому что мужчины тоже иногда становятся жертвами абьюза, когда жертва пытается перенести роль своего мужа, эмоциональную роль своего мужа на ребенка. И ребенок в таком случае выслушивает ваши постоянные внутренние терзания, беды, страдания, и это ломает психику ребенка. Поверьте, друзья, детей нельзя обременять той информацией, с которой они справиться не могут. Как раз в абьюзивных отношениях, если женщина не уходит из этих отношений, то довольно часто случается так, что происходит эмоциональный инцест. Справиться и выправить эмоциональный инцест у ребенка порой очень тяжело. Поэтому подумайте много раз, прежде чем аргументировать себе свой неуход тем, что ребенку нужен отец. Еще один аргумент, который жертва приводит самой себе – негде жить. Жилье и прочие материальные блага действительно имеют очень большое значение. Но помните о том, что ваша жизнь, она гораздо дороже. Жилье и другое имущество можно накопить. Более того, вам доступна бесплатная юридическая помощь, и вы сможете претендовать, если не на все жилье, то, по крайней мере, на большую его часть, потому что вы мать с ребенком. Поэтому жилье не должно, и другие материальные ценности не должны вас останавливать. Дороже ваша жизнь и жизнь ваших детей. И последний аргумент, который мне хочется привести сегодня, он звучит очень просто. Я же должна прощать. Казалось бы, все верно. Я действительно должен простить своего обидчика. В этом и состоит суть христианства в восстановлении взаимоотношений. Однако, друзья, давайте посмотрим на факты, опять же. Простить действительно важно. Важно простить обидчика и любого человека, который принес нам урон. Важно отпустить обиду, которая копится в нас годами. Но в тот момент, когда вашей жизни угрожает опасность, простить обиду – это далеко не первостепенная задача. Порой для того, чтобы простить, по-настоящему отпустить отношения, требуются годы. Прощение обязательно придет в вашу жизнь, когда вы начнете либо реабилитацию, либо самореабилитацию. Никогда не обращайте внимания на то, что в данный момент вы в обиде на вашего абьюзера. Это совершенно естественное состояние психики – реагировать на внешние раздражители. Поэтому, драгоценное, никогда не загоняйте сами себя в угол тем, что вы не можете простить. Да, действительно, в отношениях вы тоже можете быть неидеальными, ведь абсолютно идеальных людей не бывает. Но дает ли право ваша неидеальность абьюзеру вас уничтожать? Ответ очевиден – нет. Даже брак, если это христианский брак, это не разрешение на насилие над вами. Брак и отношения – это то, что создано Творцом для того, чтобы делать нас счастливыми, а не для того, чтобы уродовать нашу жизнь и жизнь наших детей. На данный момент уже огромное количество женщин вышли из абьюзивных отношений и стали счастливыми. Все это произошло благодаря тому, что они смогли обрести ресурсы, о которых я сказал чуть выше. Дело в том, что вы не одиноки, вы не обязаны терпеть любые издевательства над вами. Помните о том, что вы всегда можете поговорить с компетентными людьми. А также будьте честны сами с собой, когда вам в голову приходят какие-то аргументы, которые держат вас в этих отношениях. Прислушайтесь к себе, послушайте других людей, и вы обнаружите, что все то, о чем мы говорили, все вот эти внутренние аргументы, которыми мы убеждаем себя и держим рядом с насильником, они не выдерживают никакой рациональной критики. Главное – будьте честны сами с собой, и у вас все получится. Жестокий человек может притворяться, когда ему это выгодно. Поэтому жертва может так легко входить в токсичные отношения, ничего не подозревая. Но со временем все становится понятно. Как правило, жизнь с тираном имеет три этапа – впечатление, обесценивание и утилизация. Каждый из этих этапов по-своему раскрывает абьюзера. Но лучше всего сделать это как можно раньше. В программе «Жизнь с тираном» я расскажу подробно об этих трех этапах, чтобы вы могли понимать, в каком положении сейчас находитесь и что нужно делать. Смотрите программу в эфире или по ссылке в описании.